Жилинская средняя общеобразовательная школа номер 23 отметила большой юбилей. 150 лет. На торжество пригласили учителей и учеников, ветеранов педагогического труда, выпускников и друзей школы. В атмосферу праздника окунулась и наша съемочная группа. Одна из старейших школ Московской области была основана в 1873 году как церковно-приходская. Ее здание находилось рядом с храмом Успения Пресвятой Богородицы. Крестьянских детей обучали арифметике, чтению, письму и закону Божьему. Жителей в округе становилось больше и в начале 20 века построили это здание. Настолько разумно все было тогда предусмотрено. Вот здание, в котором мы сейчас с вами находимся, здесь был учебный корпус. А рядом был построен дом для учителей, чтобы учителя могли комфортно жить и работать. Школа сильна не зданием из стекла и бетона, а своими традициями, своими учителями. А самое главное, что мы востребованы. Школа переполнена. Есть даже лист ожидания для детей, которые хотят попасть сюда учиться. Помимо основных дисциплин, сохраняя традиции, ученикам преподают закон Божий и проводят встречи со священнослужителями. Духовенство храма Успения Пресвятой Богородицы, отец Сергий и отец Дмитрий – большие друзья школы. Сколько людей прошло здесь, сколько учеников, преподавателей, сколько воспитанников. Я думаю, вы понимаете, они же разлетелись по всей нашей большой стране. Может быть, кто-то даже за ее пределами. И я думаю, что они с такой теплотой вспоминают вот эту школу. У вас замечательные преподаватели, замечательные ученики, замечательные родители. Поэтому в этот день я от всей души желаю вам помощи Божьей, чтобы Господь хранил и укреплял вас на многое и блага и лета. Конечно же, я всем хочу пожелать счастья, удачи, больших перспектив, еще много-много добрых дел, чтобы было в вашей жизни и добра, процветания этому учреждению. К пожеланиям Виктории Бунтины присоединились люберецкие депутаты и все 196 учеников, для которых 23-я школа стала вторым домом. Она очень хорошая, уютная, учителя тоже очень хорошие, понимающие, всегда помогут в трудные минуты. К каждому ученику у нас индивидуальный подход, дружеские отношения между учениками, учителями. Я желаю родной школе просветания, чтобы она еще стояла очень долго и все ходили сюда, и все радовались этому, никогда не уходили в другую школу. Людмила Брянская пришла сюда молодым специалистом, когда школа была еще восьмилетней. Почетный работник общего образования Российской Федерации прививает детям любовь к математике. Я в этой школе проработала 44 года и никуда не пыталась и не хотела уйти, потому что это для меня родная школа, я ее очень люблю. На моих глазах она преобразовалась, выросли дети, привели к нам своих детей и уже и внуков некоторых детей учим. В 23 школе обучаются дети разных народов. В честь праздника ребята приготовили свои национальные блюда. Русские кулебяки и ватрушки, белорусские драники и колдуны, татарские чпачмаки, узбекский плов, дагестанское чудо с мясом и картофелем, традиционные блюда армянской кухни. Далма. Это блюдо обычно присутствовало всегда на столе, когда считалось уважением к хорошему человеку, которого в семье, если можно так сказать, принимают как за своего. Это же хашлама, это блюдо готовили наши дедушки и прядедушки, когда поднимались на горы. В рецепт входит острый перец, что накрывает сам организм и не дает человеку заболеть. А как мы понимаем, когда мы поднимаемся выше в горы, требуется и сила, и хорошее здоровье. В свой юбилей школа не только сама принимает поздравления и подарки, но и готовит сюрприз для тех, кто сейчас находится на защите рубежей Отечества. Девочки сами шили мешки, я тоже обратила внимание, прям вот, наверное, самодельные, да, очень хорошо. Да, и в общем тут у нас, мы очень хотели, чтобы подарки были похожи, знаете, как на новогодние в детстве, но потом все-таки туда добавили перчатки. Ну и самое необходимое, ведь это, на самом деле, сладости такая. Всю гуманитарную помощь, медикаменты, теплые носки, средства личной гигиены отправят российским бойцам в зону спецоперации. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.